Сегодня мы поговорим, почему важно учить ребёнка слышать и как это сделать, про коммуникацию по вертикали и по горизонтали, про волшебство «Я-сообщение», про застревание на проблеме, а не на её решении, про позиции ребёнка, взрослого и родителя в коммуникациях, альтернативные вопросы и как они работают со взрослыми детьми, как сделать так, чтобы тебя слушали и, самое главное, ошибки при слушании. Сегодня умение слушать — это редкое, важное и очень ценное качество, ну и тот навык, без которого, наверное, не обойтись в современной жизни. Одним из важнейших являются основы человеческих взаимоотношений, умение слышать, умение слушать. Сегодня побеседуем с Эльвирой Гатиной. Эльвира Арслановна Гатина — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и производства Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, консультант в сфере эффективных коммуникаций и профессионального ориентирования молодёжи, любит работать со студентами в тренинговой и игровой форме, лектор общества знания. Уже много лет Эльвира Арслановна работает в системе высшего образования. Прошла путь от ассистента кафедры до проректора крупного федерального вуза. Работала деканом и заведующей кафедрой. Сегодня Эльвира Арслановна руководит отделом по научной деятельности Института управления экономикой и финансов КФУ. Жена и мама двоих детей. Любит путешествовать, фотографировать, любит свой город и людей с хорошим чувством юмора. Одна из её любимых цветок принадлежит Николаю Фоменко. Даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. Чем отличается умение слушать от умения слышать? Можно очень хорошо имитировать слушание, но это не означает, что ты будешь слышать того человека, который тебе говорит. Нас воспитывали так, что мы должны быть очень, ну скажем так, уделять внимание. Ну вот это воспитание нашего поколения, и мы своих детей так воспитываем, что нужно, вот как вы сейчас, понимаете, вот кивать головой. Я не уверена, вы меня слышите сейчас или нет. То, что вы меня слушаете, я вижу. Вы показываете мне реакцию головой и так далее. Но, возможно, в этот момент вы заняты тем, чтобы, как бы, а какой вопрос задать ей следующий. Поэтому получается так, что слушать и слышать, это немножечко такие разные категории, хотя об одном. Почему человек в момент того, когда ему что-то доносит, может как раз заниматься какими-то своими мыслями, быть в них абсолютно погружен и не заинтересован в беседе? Это абсолютно нормально, потому что мир не вокруг нас, а мир у нас вот здесь, вот он только вот здесь, вот в этой голове находится. И в этом нашем мире происходит очень большое количество всяких разных действий, изменений, мыслей, сомнений, любви. Я знаю, ты очень легко отвлекаешься, но я хочу, чтобы ты сконцентрировался на мне. Ну, то есть я считаю, что это, скажем так, абсолютно нормально. Вот вы сказали о том, что хочется это делать. То есть я услышала от вас. Заинтересованность коммуникации. Да, заинтересованность коммуникации. Заинтересованность коммуникации может быть разной. То есть если это уровень, допустим, друзей, то мы понимаем, что мы можем позволить себе какую-то определенную вольность. Ну, например, отвлечься или сделать вид, что слушаем, или, например, подумать о чем-то о своем. Когда мы общаемся с друзьями, заинтересованность коммуникации у нас какая? Нам же очень хочется самим сказать побыстрее то, что мы хотим. Мы же почему встречаемся? Я тебе сейчас расскажу. Давай созвонимся, давай встретимся, у меня куча всего тебе, что есть рассказать. То есть в первую очередь, если мы говорим про друзей, например, то это желание высказаться. Поэтому, когда мы идем на встречу с друзьями, мы же редко думаем о том, что нам придется еще и слушать. Понимаете? Это самое главное сказать первым. Когда человек тебе в беседе задает вопрос, как дела, но при этом он уже абсолютно не будет слушать, что ты ему расскажешь, потому что у него есть какая-то важная новость, которую надо прямо сейчас, которой надо поделиться. Если нас, как друзей, потому что мы же уже дружим, то есть мы, если называемся друзьями, это означает, что, в общем-то, мы договорились формально или неформально о каких-то правилах взаимодействия. Ну, применять какие-то на себя роли. Да. То есть означает, что это все устраивает нормально, да. А может быть, мне вообще нравится иногда, вот у меня есть друзья, которых мне, например, очень нравится слушать. Они что-то там говорят, 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 и мне в этот момент становится спокойно, когда они говорят о себе. Поэтому это вопрос договоренности и взаимодействия. А как вы считаете, вот умению слушать, а не слышать, должны ли обучать родители своего ребенка? Очень интересный был вопрос, еще когда мы до обсуждали передачу, что кто виноват в том, что мы не умеем слушать. И я уже сразу такая думала, какой длинный список, надо начать рассказывать, и с чего надо начинать. Ну, это же стандартная история про поход, наверное, к любому психологу, что все наши травмы, все наши какие-то вопросы, они идут из детства, и в первую очередь от взаимоотношений с родителями. Вот поэтому давайте этого большого пласта непосредственно коснемся. А должны ли родители учить ребенка? Ну, конечно, потому что первое, с кем мы начинаем общаться и выстраивать свое взаимодействие, и коммуникации, и коммуницировать, это наши родители. Да, это самые близкие люди, ребенок маленький, то есть то, что он не умеет говорить, не означает, что он не умеет коммуницировать. Да, то есть он вступает, у него есть невербальные сигналы, которые он подает, он плачет, он радуется, смеется и так далее. И вот здесь, конечно, очень важный вопрос, насколько часто нас спрашивали, а что ты сейчас чувствуешь, да, например, или там, ты сейчас рад или не рад и так далее. Потому что чаще всего у нас такое, как бы, норма воспитания, это сказать, как нужно делать правильно. Не интересуясь у человека, вообще ему этот подход как-то интересен, неинтересен, он сейчас готов это воспринимать или не готов это воспринимать, то, конечно, вот это напрямую влияет на то, что мы, скажем так, не учим своих детей слушать и прислушиваться к себе в первую очередь, да, потому что нам очень сложно возродить родителям, нам очень сложно сказать о том, что я сейчас не готов там, да, выяснять какие-то там отношения, или я не готов слушать сейчас то, что ты мне говоришь, потому что, ну, такое возможно. И ребенок, конечно, с этим справиться не может вначале. И мы не учим своих детей, допустим, опираться на какие-то свои внутренние ощущения. Потому что если мы говорим про активное слушание для того, чтобы научиться слушать других людей, нужно сначала научиться слушать себя. Нужно сначала научиться отвечать на тот вопрос, как раз, что ты сейчас чувствуешь. Я правильно понимаю? Ну, потому что, да, если мы говорим про то, как услышать другого человека, то это вопрос о том, как понять, что сейчас с человеком происходит, да, на другом проводе. Что чувствует другой человек? Да, если я не понимаю своих собственных эмоций, то есть мы учимся понимать других через себя, скажем так. Если я не понимаю своих собственных эмоций, мне сложно понять, что сейчас человек на другом проводе испытывает. Дети ведь растут, наблюдая, то есть как родители разговаривают друг с другом, как родители разговаривают с своими друзьями, как родители разговаривают с своими родственниками, как родители разговаривают в автобусе, как родители разговаривают с учителями в магазине, в конфликтных ситуациях и так далее. То есть получается, что для того, чтобы научить своих детей этому, нужно научиться самим. Нужно в первую очередь смотреть на себя. И начать применять это непосредственно ежедневно в своей семье. И тогда ребенок вырастает, видя, что можно общаться таким образом, что можно, допустим, решать конфликтные ситуации определенным образом, определенным образом высказывать критику и так далее. КОНЕЦ Итак, первая модель, это значит для руководителя. Какие-то такие, возможно, советы, да? Как научиться слышать, научиться слушать своего сотрудника? Значит, рассказываю. Я сама являюсь руководителем небольшим. Три сотрудника у меня есть в отделе. И вот на прошлой неделе я обратила внимание, что на сайте мы не изменили какую-то там определенную информацию. Я, значит, как фурия, влетаю в кабинет и начинаю. Ты, 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 все. Почему? И так далее, и так далее. То есть мне очень хочется сказать всем нашим вам и зрителям, что мне очень приятно, что я здесь сижу, даю советы. Но иногда сама я тоже могу, да, скажем так, забыть абсолютно все то, что я знаю про коммуникацию. Совершенно верно. Потому что, потому что, да, очень важно, очень важно в этих во всех критических ситуациях, которые возникают, потому что нам все время кажется, что это вот как-то делается либо против нас, да, либо сейчас я тут повоюю и так далее. Вот очень важно в этот момент, да, вот когда эмоционально такой испытываешь подъем, хочется что-то наорать, накричать и там что-то сделать, просто остановиться и немножечко подумать. Вот если мы все научимся останавливаться, немножечко успокаиваться, на это много времени не нужно, от 5 до 10 минут, у некоторых еще меньше, чем 5 минут, просто сиюминутно сразу не выкидывать свои эмоции, то тогда все становится гораздо проще. Есть действительно приемы. Есть действительно приемы того, как, допустим, дать поручение своему сотруднику, как высказать критику своему сотруднику, как поставить задачу и так далее, как решить конфликтную ситуацию. Но еще раз хочу сказать, это все невозможно использовать, если ты в этот момент с такими вытаращенными глазами, да, в своем эмоциональном порыве хочешь... То есть, что называется, кровь к мозгу прилила, да? Да, поэтому здесь, да, прежде чем говорить вообще о техниках, нужно говорить о том, что надо уметь успокоиться, вот, продышаться, подышать, подумать и только потом говорить. Смотрите, сосчитал у нас, получается, руководитель до 10, выдохнул, понял, что идти разрушать кабинет, вот этот мини-офис не надо. Что делать дальше? Как слышать какие-то, возможно, проблемы, какие-то болевые точки сотрудника? Значит, во-первых, нужно, наверное, все-таки, да, высказать ему определенную, ну, вот, критику, да, претензию, скажем так. Так, давайте начнем с этого, то есть, как это сделать? У нас есть такая техника я-высказывания, да, техника я-высказывания, она очень хорошая, потому что она, вот, помогает, во-первых, избегать всяких разных манипуляций, а, во-вторых, она помогает высказать вот эту вот, скажем так, такую критическую нотку человеку. Чем она хороша? Как мы обычно критикуем? Когда мы критикуем, мы говорим, ты, 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 плохо, плохо, плохо. Делал, не сделал, не сделал. Да, ты плохой, ты все, и так далее, ты опять не справился, да, что это такое за кошмар, что за сотрудники, ну, и так далее, да, то есть мы тыкаем, и это некрасиво. Техника я-высказы не позволяю сказать это по-другому, потому что там есть три, три кита, на которых, да, эта техника строится. Первое, это я и мои ощущения и чувства. Второе, ты и то, что ты сделал. И третье, это тот результат, который важен для меня, ну, то есть, что я по этому поводу испытываю, да. Да, поэтому, значит, строится это следующим образом. Давайте на конкретном примере, да. На конкретном примере. Как я должна была поступить, вспоминая мою ситуацию по поводу сайта. Я должна была зайти и сказать, когда я сегодня зашла на сайт и увидела, что вы не изменили информацию, я очень расстроилась. Потому что для меня это означает, что вы невнимательно относитесь к моим поручениям. Или же, что мои поручения не воспринимаются в должной мере. В данном случае это не звучит, как ты негодяй. Ты не выполнил то, что я сказала. Ну да, допустим, на месте сотрудника, услышав подобное в свой адрес, я себя, наверное, почувствовал таким, что называется, котиком, который ушки сложил. Понял, что он где-то накосячил, расстроился. Но при всем при этом меня бы это абсолютно не оскорбило, не задело. И наоборот, захотелось бы как можно быстрее изменить вот это вот негативное послевкусие, которое ты оставляешь у своего руководителя. То есть, наоборот, хочется меняться. Теперь обратная ситуация. Давайте рассмотрим все-таки, что называется, снизу вверх. Как вот сотруднику сделать так, чтобы руководитель услышал о каких-то его проблемах. То есть, давайте пойдем от обратного. Ну, допустим, вот все это же ситуация. Сотрудник отвечает, я не смог изменить сайт, потому что, потому что, потому что. Как сделать так, чтобы в ответ не получить негатив от руководителя, что да ты вообще ничего не делаешь, ты вообще только тут ходишь, кофе пьешь, что называется. Если мы продолжаем в том же ключе, то здесь можно ответить, что давай обсудим, какие проблемы возникли, давай посмотрим, как их можно решить. То есть, наша основная задача уйти от обсуждения проблемы. То есть, мы вообще очень сильно любим, особенно у нас в России, проводить такие собрания или встречи, или переговоры, направленные на обсуждение проблем. Мы обсуждаем, обсуждаем, кто виноват, кто виноват, кто виноват. Наша основная задача, на самом деле, не сосредотачиваться на обсуждении проблемы, а переходить к решению. Поэтому следующий шаг, да, после того, как сотрудник, ну, в ответ на это, к примеру, да, отвечает, что да, у меня не получилось, например, а мне, а, кстати, какой у нас был ответ? Нам не дали согласия на то, чтобы этот сотрудник вносил изменения. Да, он говорит, а мне не дали согласия на то, чтобы я вносил изменения. Я говорю, хорошо, когда это произошло, почему меня об этом не проинформировали, да, и что мы будем делать сейчас для того, чтобы исправить ситуацию? Пауза. И вот как бы, да, и дальше. То есть, получается так, что не я придумываю решение, да, а я через вопросы уже теперь, да, как бы стимулирую человека на то, чтобы он самостоятельно, да, эти решения предложил. Ну, тут есть два пути. Либо попытаться обмануть, либо сказать честно. Давайте попробуем сыграть на том, что я обманываю. Я пытался два раза прийти, вас не было в кабинете. Потом, к сожалению, сменился другой задачей и забыл. Да, вот здесь у меня прямо есть очень большой соблазн сказать, ну, конечно, меня нет в кабинете. Я-то, конечно, где же я нахожусь-то с 8 до 5? Мне очень хочется знать, конечно, вы меня не нашли, это же такая большая проблема. Здесь опять, да, я должна подышать, понимаете, да, то есть это постоянная работа над собой. Здесь я должна продышаться, да, понять, что просто не надо, это со мной никак не связано. И опять переходим к конструктиву. Я поняла вас, как вы сейчас будете решать эту проблему. Какие шаги вы предпримете для того, чтобы решить эту проблему? И в какие сроки вы сможете это сделать? С чего вы начнете? Вот тут даже у меня уже возникает пауза, потому что, да, чем больше, наверное, подобных вопросов, вроде как они абсолютно конструктивные, но они вгоняют тебя в какой-то секундный такой ступор, что называется. Хотя, как будто бы, ты и слушаешь, ты и слышишь, ты и понимаешь, что от тебя хотят. Просто эти вопросы заставляют задуматься. Смотрите, мы что делаем. Мы не сосредотачиваемся на обсуждении того, что кто-то меня не нашел, потому что меня нет в кабинете. То есть не на какой-то конкретном косяке сотрудника, что называется. Мы уже косяк этот озвучили. Причем мы озвучили его, исходя из тех ощущений, которые это вызвало у меня как у руководителя. Дальше мы переходим уже к решению. Хорошо, что мы будем делать? Какие же, в чем нужна? Нужна? Какая помощь от меня требуется? Да, следующий вопрос можно задать такой. Поговорили вот про такую хорошую вертикальную коммуникацию. Здесь с ней плюс-минус все понятно. А вот коллектив это все-таки такой большой, что называется, орган, который сосуществует вместе. Про горизонтальную, наверное, коммуникацию поговорим, да? То есть как вот взаимодействовать, как научиться слышать, как научиться слушать о каких-то проблемах. Либо, что даже еще более важно, об успехах коллег. Ну, типа, ну, конечно, у него все получается, а я вот такой... Значит, здесь, на самом деле, подходы одинаковые. Что горизонтально, что вертикально, да, техники и подходы одни и те же. Ну, давайте поговорим, поговорим сейчас по три уровня слушания, которые у нас есть, да? Первое – это псевдослушание. То есть это когда вот вы со мной общаетесь, а я вот сейчас что-то делаю. Вы меня спрашиваете, я говорю, да-да. Очень интересно, да-да-да, я вас понял. Или же чаще всего это происходит, когда ты сидишь за компьютером. К тебе подходит твой коллега, начинает что-то говорить, ты говоришь, да-да-да, ага, говори-говори, говори. То есть я ничего не делаю для того, чтобы тебя услышать. Да, это такое первое. Понятно, что эта ситуация никак не располагает к тому, чтобы... Продолжать коммуникацию. Да, люди начали общаться. Есть оценочное слушание. Оценочное слушание – это когда кто-то что-то начинает говорить, а ты просто его не слушаешь, перебиваешь и говоришь, я тебе говорила, что вообще, я тебе сразу сказала, так не делай, а я тебе еще неделю назад сказала сделать этот документ, а я вообще тебе говорила, и зря ты меня не слушалась. Вот все получилось так, как я сказала, ну и так далее, да? То есть оценочное слушание – это когда у меня нет никакого желания тебя выслушать, у меня есть желание поскорее дать оценку тому, что происходит. то есть я хочу быстрее выговориться сама понятно что такое вид слушание он тоже не очень подходит то для хороших добротных коммуникаций что такое активное слушаем это третий вид а почему она называется активным потому что я делаю силе над собой дел усилия для того чтобы начать осужд в чем это проявляется во первых да я говорю минуту я допишу дописываю убираю телефон убираю все что есть придвигаюсь ближе говорю я готова говори и вот когда человек то есть я делаю все до для того чтобы показать человеку что сейчас я буду тебя слушать я буду делать это активно то есть я буду активно до убирать все лишнее и делать попытку услышать тебя и понять что ты мне говоришь вот если да мы говорим с вами про правильные коммуникации то активное слушание это как раз то что помогает эти коммуникации наладить потому что если мы технику используем то мы позволяем человеку выговориться когда человек выговаривается мы что получаем какую-то определенную информацию и дальше с этой информации мы понимаем что можно делать дальше вот как понять что человек как раз сейчас находится в фазе активного слушания какие невербальные жесты какие невербальные действия выдают то что действительно с тобой сейчас происходит активная коммуникация они будут открытыми то есть это открытые жесты открытые позы это взгляд до который сосредоточен на лице который внимательно следит это может быть какая-то листок бумаги которые берутся какие-то записи да но не не рисуется там до квадратики кружочки как мы делаем на совещании а мы что-то фиксируем то есть это открытые жесты жесты которые показывают что человек не слушает это ну вот это какой-то выражение пренебрежительное может быть мы прикрываем рот потому что мы можем чесать ухо потому что мы не хотим слушать то что нам сейчас говорят мы что-то здесь начинаем делать мы что-то постоянно в руке теребим и так далее то есть это жесты то есть это те жесты которые как бы показывают что мне не очень нравится то что сейчас происходит потому что вообще меня отвлек от моего прекрасного мира я сейчас думал о том куда мне поехать на море выбирал спутевку ведь молчание это же не всегда свидетельство о том что человек внимательно слушает собеседника вот как выявить то что в этот момент когда в акте коммуникации 2 человек молчит он тебя все равно не слушает хотя вроде бы как бы и не вербаликой и всем прочим он наоборот показывает фазу активного слушания то есть правильно я понимаю что как проверить что человек да 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 они делает вид не имитирует не вот это да 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 слушай ну как ты думаешь правильно поступил как-то а уточняющего вообще просто а что ты думаешь на счет я я вот как сделал и по ответу сразу поймете потому что если у человека в неожиданный момент будет какой-то пустующий взгляд он будет судорожно там вы искать и вспоминать о чем шла речь и что-то возможно скажу то есть задать какой-то уточняющий вопрос имеющие отношение к тому о чем вы рассказывали либо человек так скажешь слушай ну вот я думаю что вот то о чем ты говорил или и все и это означает что человек вас сидел внимательно слушал на самом деле а вот еще молчал просто хотел дать вам вы говорите хороший вроде как деловой прием который зачастую работает во многих вещах это что называется повторение последней фразы клиента обожаю повторение или перефразирование это действительно относится к технике активного слушания это просто говорит о том что ты как бы понимаешь и разделяешь чувство человека или же его желание или ты понимаешь что ему сейчас нужно вот то есть это абсолютно нормально надо просто делать это ну скажем так вообще все нужно делать всегда талантливо и даже слушать талантливо и даже перефразировать талантливо погоди-ка у меня ощущение что ты не воспринимаешь эту дилемму всерьез хорошо шелдон я вся внимание отлично у playstation 4 более четкие и гладкие люди не может быть так и есть но больше размера xbox 1 возможно предотвратит перегревание но да кто же захочет чтобы игровая приставка перегрелась вот именно никто не захочет плюс ко всему этому к xbox 1 прилагается кинект прилагается именно прилагается а не продается отдельно но при этом playstation 4 используют новую память gddr 5 ра тогда как xbox 1 до сих пор пользуются старомодный ddr 3 до сих пор используют ddr 3 совсем дураки что ли ты прямо мои мысли читаешь но при этом они взяли и добавили с рамбуфер секундочку кто они xbox шутишь нисколечки и этот и с рамбуфер по идее должен полностью компенсировать ту самую разницу в 100 гигабит секунду между этими типами памяти и правда и как же тебе выбрать то вот и я не знаю что же мне делать передать мне масло когда у меня например ребенок начинает ну как-то там капризничать или вести себя и он может даже сказать я там значит сегодня был получил двойку там или еще что-то и очень сильно расстроился я говорю ты расстроился потому что получил двойку да то есть я сделала тоже самое да я повторила фразу но очень много зависит от того с какой эмоции ты это делаешь с каким отношением ты это делаешь то есть ты получил двойку расстроился это одно а другое когда я говорю слушай я тебя понимаю ты был двойку получил поэтому ты расстроился так ведь да я повторила ровно то что он сказал мне но только я повторил от совершенно по-другому с другой интонацией и это понимающий интонации, это означает, что я его выслушала, потому что на самом деле дети успокаиваются очень быстро, если они понимают, что ты понял их чувства. Кстати, и это работает не только с моими детьми, это работает и с моими друзьями, и с родителями прекрасно, и, конечно же, с супругом, и даже сама с собой. Я иногда использую эти техники, когда говорю себе «Эльвира, ты просто расстроилась». Смотрите, ведь не секрет, в принципе, сейчас у нас достаточно много людей увлекаются психологией, и все так или иначе узнали про позицию ребенка в каких-то вопросах, про позицию взрослого в каких-то вопросах. Насколько важно именно проявлять позицию взрослого в активном слушании? Да, Эрик Берн, его транзактный анализ, конечно, просто мне кажется, нет человека, который про него не слышал. И вот он сказал как раз, что в три роли есть в каждом из нас родители, взрослые и ребенок. И если говорить сразу об идеальной модели коммуникации, то, конечно же, это позиция взрослой-взрослой. Ну, такой взрослый, это человек, который знает, чего он хочет, знает, чего он не хочет, он знает, почему он здесь находится, да, и, соответственно, узнает, для чего он сюда пришел. Когда я знаю, для чего я сюда пришел, я совершенно по-другому, да, я знаю, что я хочу получить от этих коммуникаций, я знаю, да, какой мне нужен результат, то вот тогда я определенным образом выстраиваю коммуникации. Если мы говорим про скатывание, да, ну, вот в позиции там ребенка или в позиции родителя. Вообще, по-моему, худшая позиция для коммуникации это ребенок-ребенок. Давайте вот такой вот пример разберем. Ну, я в данном случае, скажем так, я могу сказать только то, что это такие манипулятивные довольно-таки вещи, да. Ребенок, он какой? Он эмоциональный, вспыльчивый, да. Как себя ведут дети? Они говорят, я хочу прямо сейчас, или тогда я ухожу. Вот иногда у меня бывает такое, сын у меня может сказать, я ухожу, да, и вот он может действительно выйти во двор, там посидеть, потом вернуться. на самом деле взрослые люди примерно также я искал я вас не нашел поэтому я не сделал и поэтому и вам я решил не сообщать а зачем я же вас не нашел поговорили про коммуникацию деловую что называется про коммуникацию дружескую и перейдем наверно к тематике взаимоотношений между мужчиной и женщиной вот здесь вот насколько важно те же коммуникативные роли взрослый взрослый до не дай боже в отношениях когда-то проскакивает позиция ребенок ребенок или еще хуже родитель родитель когда начинают друг друга учить вот насколько важно здесь примерять на себя роль двух взрослых людей в коммуникации посмотрите в любых коммуникациях что важно если мы рассматриваем модель коммуникации то у нас есть два человека каждый из них своей собственной вселенной находится если вот здесь вот его мир да и все что его окружает вокруг он смотрит на вот этим своими глазами есть другой человек прекрасный александр у него свой собственный мир и александр смотрят своими глазами и вот нам нужно с вами да как-то так договориться о том чтобы мы с вами могли несмотря на то что мы разными глазами смотрим на этот мир договориться друг с рукам с вами поэтому в семье то же самое то есть это и с детьми и на работе и с друзьями с коллегами с одногруппниками здесь действуют одни и те же принципы и я если люблю или я если хочу дальше общаться то моя задача заключается в том чтобы понять вас александр понять ребенка своего понять руководителя своего понять коллегу своего да и попытаться ну скажем так сделать так чтобы наши отношения были ровными и приятными ошибки которые допускают коммуницирование они ведь тоже будут одинаковые конечно конечно и основная это скатывание вот в эмоциональные разные состояния то есть это основная причина давай сейчас на примере прям разбирать потому что это очень интересно скатывание в разные эмоциональные состояния мы обижаемся очень часто в день по несколько раз мы как-то но считаем что как-то нас хотят немножечко где-то подвинуть или что-то хотят про нас сказать нам очень важно что про нас хотят сказать нам очень важно что про нас говорят и про нас думают нам очень важно вот эти все какие-то вещи которые на самом деле являются не очень важными в этой жизни но почему-то мы продаем очень большое значение и каждый раз когда мы слышим что-то возможно неприятное в свой адрес а возможно это не было сказано таким образом но мы слышали у нас же тут компьютер все переработал хоть он он переработал входящую информацию нужным ему образом каким-то определенным потому что у нас есть какие-то сложившиеся паттерны поведения воспитания и так далее переработал ее и говорит атака 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 срочно защищайся до включается защиты и я с как амазонка значит наконец щитом с мечом сейчас я буду с вами разбираться вот эти все эмоции да они конечно же не мешают нам ни в коем случае эмоции это наши да они наши они с нами но в в коммуникациях они могут скажем так давать барьер на какие-то определенные потому что если нам кажется у нас нападают да то что нам хочется делать сразу же защищаться и защищать себя сразу хочешь сказать что нет я не такой я другой я другая хорошая на самом деле почему вы меня ругаете ну и так далее тому подобное насколько помню литературу если не ошибаюсь был такой писатель остер который написал книжку детскую вредные советы вот давайте сейчас такой немножко вредный совет какой самый быстрый способ оставите себе после беседы какое-то прям такое негативное послевкусие у того с кем ты коммуницировал наверное вести себя надменно и через это проявляется скажем так вот так ну вообще просто до показывать обесценивать то что тебе говорит другой человек не слушать или делать вид что ты слушаешь ну то есть вот скажем так сразу показать что ну вот как-то ты не интересен не как человек вообще все то что ты говоришь это не особо полная фигня типа наверно да то есть вот не принять позицию другого человека наверное это самое такое ну это на мой взгляд сугубо лично можете если не сложно показать сюда вот это вот сесть там сделать подобное выражение лицам и через камер через крупный план это все покажем я сейчас конечно очень сильно постараюсь потому что это вообще не свойственно мне вот как человеку очень открытому поэтому я сейчас буду стараться так и то есть я должна принять позу чтобы да вы как-то испытали ко мне негативные впечатления негативные эмоции если позволите это кстати сложная очень задача не знаю даже но вот и вот если честно прям немножечко это мерзенько выглядит мне прям да получилось да у меня прям ёкнуло если честно это тупо я вот пришел к своему школьному директору непосредственно который че фирсов опять пришел вот и вот эта вот позиция но мне я сразу хочу сказать мне очень сложно это сейчас упражнение меня поставили в неловкое положение но мы обязаны были мы обязаны были показать зрителям поэтому да какие типы вопросов помогут говорящему лучше раскрыться раз уж заговорили про коммуникацию более серьезно это открытые вопросы это те вопросы которые начинаются слов что когда почему и так далее то есть открытые вопросы подразумевают что нет никаких вариантов развернутый ответ да да и а почему ты это чувствуешь а почему ты думаешь что значит так произошло да ну и так далее то есть а как а как бы ты хотел исправить эту ситуацию а как бы ты поступил на месте этого человека или а как ты думаешь этот человек должен был поступить а как ты думаешь что он чувствовал а что ты чувствовал в этот момент есть Кстати, мои любимые вопросы, это альтернативные. Я обожаю альтернативные вопросы. Особенно я обожаю это делать со своими студентами. Я обожаю использовать эти вопросы со своими детьми. Потому что альтернативные вопросы, чем они хороши? Я контролирую ситуацию. То есть ситуация у меня находится под контролем, а человек, к которому я задаю этот вопрос, у него создается иллюзия, что как будто бы он делает этот выбор. А, то есть это когда ты предлагаешь вариативность, допустим, из двух предметов? Да, но я предлагаю уже свои варианты. Ну, то есть, например, я говорю, ты, значит, будешь кушать кашу со сливочным маслом или с подсолнечным маслом. Ну, то есть кашу ты кушать будешь в любом случае. Сейчас это прямо на примере. Тут я скажу, это вообще очень хороший такой вариант, потому что у меня сейчас дочери два года, она ходит в детский сад, и у меня жена постоянно ее спрашивает, что ты наденешь, но предлагая ей всего два варианта. То есть как бы у ребенка есть выбор с одной стороны, но с другой выбора все равно как бы нет. Да, да. Потому что очень часто человеку на самом деле сложно сделать выбор, особенно если вот это вот такая большая, да, много вариантов. Я вот когда прихожу в ресторан, где большое меню, я просто, понимаете, я могу листать вот это все часами. А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварила, съела, да? Не тут-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну, сколько? Жареное и пюре. Да? А ну, считай. Картошка жареная, отварная пюре. Дальше. Картофель фриль, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка. Картофель тушеный с черносливом. Картофель тушеный с лауром, листом и с перцем. Картофель молодой, отварной с укропом. Мне гораздо больше нравится, когда есть меню с двух сторон. То есть здесь, да, и горячие, там, холодные блюда. Все. Мне очень нравится, когда ограниченный выбор. Когда вот это детям, тем более, это сложно сделать. Ошибки. Ошибки, ошибки, ошибки. Наши ошибки, слушайте. Наши ошибки, которые мы допускаем, еще раз вопрос. То есть правильно ли я вас понимаю, что вы хотите уточнить, как выглядит человек, который совершает ошибки, слушая другого человека? Как выглядят, какие у него присутствуют, возможно, речевые маркеры, невербальные маркеры и все прочее. Демонстрирующие, что человек не слушает. Что человек не слушает, да. Когда человек перебивает, когда человек торопится, очень торопится высказать свою точку зрения, да, не дослушав до конца, ну и занимается чем-то отвлекающим. То есть вот постоянно что-то теребит в руках, постоянно взгляд у него какой-то отсутствующий, скользящий, постоянно на что-то отвлекается, да, допустим, берет телефон, ставит его на место, берет телефон, ставит его на место и так далее. Но он, кстати, имеет на это право, да, мы здесь должны понимать, что, если мы находимся во взрослой позиции, да, мы должны понимать, что, ну вот сейчас человек не готов меня слушать, и это тоже нормально. Возможно, стоит перенести разговор на другое, да, на другое время. То есть, смотрите, здесь есть несколько, кстати, инструментов, как ты понимаешь, что, когда человек тебя не слушает, что сделаешь, чтобы заставить его слушать. Ой, я как раз хотел задать, как вернуть внимание слушающего. Вот, вот, вот. Самое главное, все зависит от ситуации. Например, да, что мы делаем со студентами, которые точно не хотят слушать? Вот ты приходишь на пару, они все сидят на задних парках. Вот это вот в телефонах? А они все сидят в телефонах и на задних парках. То есть вот мое занятие всегда начинается с того, что я их пересаживаю. У меня студенты есть, которые я веду по два года, например, да, третий, четвертый курс. И они знают, что я каждую пару их пересаживаю, они все равно садятся на заднюю парку. Я пересаживаю их вперед. Почему я это делаю? Потому что мне очень важно, чтобы было короткое расстояние между мной и ними. Да, вот эти парты, они мешают, они мешают, они создают преграды, они еще сумки ставят вот так вот. То есть это для меня сразу сигнал. Они не готовы меня сейчас слушать. Чисто физически, да, меняя их положение в пространстве, да, я как бы побуждаю их более внимательно меня слушать, потому что им будет очень неловко, если они будут сидеть там далеко. Точнее, когда себя далеко, это легко сделать, а когда ты сидишь близко, все-таки сложнее. То есть приходится делать над собой усилия, смотреть на преподавателя. Если это происходит во время совещания, мы обращаем внимание, что наши сотрудники, допустим, я руководитель, провожу совещание. То есть они, в общем-то, или делают вид, или отсутствующий взгляд, или же там рисуют какие-то картинки, просто так кивают головой и так далее, да, уточняющие вопросы. То есть менеджер по-правильному должен просекать, скажем так, эти ситуации, должен видеть их. Наша задача, как руководитель, сделать так, чтобы сотрудники выполнили то, что необходимо сделать. Поэтому, если мы понимаем, что они не слышат, это плохо для нас, потому что мы тут... У меня есть такой вопрос, да, смотрите. Помог ли прием внезапного увеличения громкости снова привлечь внимание, допустим, сотрудника на извещение, который уже реально полузасыпает? Да, конечно. Как это вообще работает? Ну, конечно, если мы говорим здесь про вербальные и невербальные основы коммуникации, то, конечно же, тембр, интонация, тон голоса очень важные значения. Конечно, здесь нужно делать паузы, интонационно подчеркивать, то есть окрашивать свою речь специально такими... Маркерами? Можно только мы премию, когда получаем, это всем нравится, ну и так далее. Или вы думаете, что вы уже домой хотите пойти? Конечно, не так, да? То есть можно прямо сделать акцент, сказать, Иван Иванович, уважаемый, я вижу, что... Да, я вижу, что сейчас вы немножечко, допустим, ушли от нашего разговора. У вас какая-то другая точка зрения? Точка зрения. Да. Поделитесь, пожалуйста. То есть а вы как считаете? Или как вы думаете, что мы можем... С чего бы вы начали? Да? Или как бы вы поступили на моем месте? Или как вы думаете, что нам нужно начать? То есть вот вопросами, через вопросы возвращать человека в канву той задачи, которая стоит. Ну, конечно, можно это сделать и с юмором, но только не так, Иван Иванович. Опять интонирование. Обязательно. Интонация очень важна. Вообще, если верить Аллану Пизу, он говорит о том, что 90% с лишним, ну, вообще 93% мы получаем информацию за счет невербальных сигналов. Вот. И только 7% за счет слов, которые мы произносим. Поэтому получается так, что не настолько важно, что конкретно ты говоришь, а как ты это делаешь. То есть интонирование, паузы. Интонация очень важна. Потому что это то, что чувствуется на уровне ощущений. Да, поэтому, ну, Иван Иванович, уважаемый, можно сказать так, и все это будет уже совершенно другое, чем Иван Иванович. Ну, то есть именно все это вместе, оно как раз определяет, удачное либо неудачное, удачное либо неудачное акт коммуникации произошел. Удачное либо неудачное мы понимаем по тому, какую задачу мы ставим. Если мы этой задачи достигли, мы понимаем, что люди поняли, да, что нужно сделать, когда нужно сделать, в какие сроки и в каком виде должен быть конечный результат, то мы говорим о том, что да, мы правильно выстроили процесс, мы правильно донесли информацию. Но наша задача не только ее донести, а убедиться в том, что задание или поручение, допустим, понято правильно. И это как раз и есть, в этом как раз и заключается взрослая позиция, потому что я как руководитель понимаю, почему я здесь нахожусь, да, я здесь нахожусь для того, чтобы выполнять определенные задачи. И эта зона моей ответственности сделать так, чтобы мои сотрудники, да, понимали тоже эти задачи одинаковым образом, чтобы мы понимали, поставлен задачи одинаковым образом. Что нужно для того, чтобы наработать умение слушать человека? Прямо по пунктам. Разбираем быстренько и на этом будем делать выводы. Первое. Мы понимаем, что другой человек – это абсолютно другой мир. И этот мир принимаем. Второе. Мы делаем над собой усилия для того, чтобы понять суть того, что нам человек говорит. Прямо сознательное усилие для того, чтобы понять, что человек нам говорит. Ну и третье. Если спрашивают совет, даем его. И очень хочу вернуться к пункту номер два. Разрешите ей сделать там параграф. Параграф 2.1. Иметь, конечно же, искреннюю заинтересованность к тому человеку, с которым ты общаешься. Без вообще быть честным с самим собой и с людьми, с которыми ты общаешься и разговариваешь – это очень правильная позиция, на мой личный взгляд. Ну и резюмируя, подводя итог, я хочу сказать, что если получилось так, что вы не очень хорошо умеете слушать, что вас, возможно, не научили этому в детстве, в школе и ваше окружение, которое есть, то очень хочу посоветовать вам начать это делать. Потому что это умение сможет открыть многие двери перед вами. Нетворкинг очень важен. Социальные контакты супер важны. Поэтому учимся слушать, слушаем сами, и все будет супер. Так вот, друзья, самая главная мысль, которую вы должны были вынести из нашего большого акта коммуникации, сейчас обращаюсь непосредственно к вам, дорогие зрители, все равно через камеру – это тоже коммуникация. Учитесь слышать, учитесь слушать, и не забывайте показывать это активно своей вербаликой и невербаликой. Ну а с вами был Александр Фирсов, программа «Под парашютом». Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok